Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа Эль Шадай. И сегодня я хочу поговорить на тему с хорошими людьми плохое. Вы знаете, на жаль, очень часто с хорошими людьми происходят плохие вещи. И это ужасно. Это реально ужасно, но это происходит. Почему Бог допускает проблемы? Почему происходят болезни? Почему происходят боли? Почему происходят автокатастрофы? И хорошие люди погибают. Почему происходят такие ужасные вещи? Спросите вы. Всему виной грех. Именно грех делает так, что с хорошими людьми происходят плохие вещи. Как же это происходит? Ты живешь в чистоте. Ты не грешишь. И тут происходит нечто. Ты согрешил. И ты открыл дверь в духовный мир. Ада. И бесы входят в тебя, пока ты не покаешься и не очистишься. И в это время бесы могут принести тебе болезнь. Или могут сделать так, что ты едешь на машине, и ты попадешь в аварию. А также слова других людей. Если ты не защищенный, и ты целой сутки не молился, а тебе какой-то твой начальник или какой-то плохой человек говорит, чтобы ты разбился. И ты едешь, и ты разбиваешься. Ты не защищен. Поэтому происходят плохие вещи. Для того, чтобы быть защищенным, нужно всегда каяться. Не грешить невозможно. Все грешили и лишены славы Божьей. Но нужно обязательно каяться. Чтобы дьявол не имел доступ к тебе. Если бы каялся, доступа у него к тебе нет. То есть он не сможет сделать, чтобы ты заболел. Или попал в аварию. Или что-то еще плохое бы с тобой произошло. Поэтому я всегда всем советую, контролирую себя, не греши. И советую всем всегда, каяться по 3, по 4, по 5, по 6 раз в день или в сутки. В 90-м Саломе Бог не обещал и не говорил, что у нас проблем не будет. Проблемы будут только из-за того, что мы впускаем грех. Но Бог обещал, что Он будет ответом в ваших проблемах. Он придет и решит вашу проблему. Еще часто бывают случаи, когда Бог допускает какие-то вещи. Я знаю много случаев, когда лично мне Бог открывал, не только мне, что у родителей погибает молодой сын. Я молюсь Бог, я молюсь лично, говорю, Бог, почему это произошло? И Бог мне говорит, я знаю, что через 2 года этот человек так согрешит и не сможет покаяться. И он пойдет в ад. И для того, чтобы он не пошел в ад, я забираю его сейчас. Поэтому многие вещи, которые происходят, которые Бог допускает, допускает по причине, Он знает причину. И она важная. Это мы не понимаем Бога и его мышление, и его менталитет в нашу сторону. Поэтому очень важно действительно понимать Бога, иметь с Ним личный контакт. Да, очень тяжело и неправильно, когда родители переживают своих детей. Но и такие случаи бывают, и такие вещи Бог допускает. Бог дает жизнь, и ее же Он забирает. Поэтому плохие вещи происходят, это да. Но нам нужно обезопасить себя от таких вещей. Контролировать себя, чистоте ты или нет, каешься ты или нет. С Богом ты в близких отношениях или нет.